За первое полугодие 2021 года в мире было продано более 2,5 миллионов легковых электромобилей. На 168% больше, чем в первом полугодии 2020-го. В России инфраструктура и рынок находятся в зачаточном состоянии. Как известно, Татарстан впереди планеты всей, и для поклонников всего зеленого здесь настоящее раздолье. В Казани набирают популярность электро- и гибридные автомобили, и автолюбителей становится все больше. Свою любовь и гордость американский электромобиль Тесла Рустем Галимзианов пригнал из свободного от пошлин Минска год назад. Дорога из Москвы в Казань заняла 40 часов. Сказался дефицит зарядных станций. Чтобы дольше сохранить заряд, тепло в машине тоже пришлось экономить. Почти на сутки застряв в Нижнем Новгороде, мужчина на своей шкуре ощутил, каково это – быть за зеленый транспорт в России. Если летом я проезжаю порядка 400 километров на одном заряде, то зимой порядка 250. То есть почти в два раза падает емкость. Потому что печка, подогрев сидений – это потребляет большую часть электрической энергии. Я просто не могу еще более экономно и медленно ехать. Потому что машина очень резвая, динамичная. И вот у нее, например, разгон 5 секунд до 100 километров в час. То есть с такими показателями может посоперничать какие-то спорткары. Пока владельцы электромобилей восторженно рассказывают о своих ощущениях, те, кто только запланировал покупку, озадачены новыми пошлинами. С 2020 года ввести машину в Россию бесплатно уже не получится. Экономическая цель заявлена увеличение производства внутри России собственных электромобилей. Для этого нужно уменьшить поток ввозимых. Целью стали повышать и возные пошлины, которые у нас с 2022 года должны составить 15% от стоимости электромобиля. Ну и также вот Ацизы, сторонники электромобилей, они как раз аргументируют, что пока не налажено массовое производство, эти меры будут преждевременными. Они только приведут к росту цен на электромобиле и могут даже сократить, наоборот, объем парка. А так, в общем, у нас Камази производят. То есть есть опытные образцы от Москвы тоже есть, завод, который вроде бы обещал в 2022 году начать выпуск. Но пока что еще, то есть массовых у нас пока нет. Несмотря на новые налоги, перспектива иметь электромобиль остается привлекательной. Из плюсов сравнительно недорогое техобслуживание и бесплатный муниципальный паркинг. Именно в Татарстане в том числе поддерживается развитие инфраструктуры Минэкономразвития РФ. И, значит, установка зарядных станций будет субсидироваться Минэкономразвития РФ в размере 60% от затрат самой станции и в размере 30% от стоимости технологического присоединения к сетям. И таких станций в Республике Татарстан нам выделили квоту в размере 95 штук. То есть, естественно, бизнес, предприниматели, естественно, они будут охотнее вкладываться, инвестировать, развить инфраструктуры, потому что в три раза быстрее окупаться будут их затраты. Ну и, естественно, и нам будет, как потребителям, это будет стимулом для того, чтобы пересесть на электротранспорт. К 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и оборудовать более 9 тысяч зарядных станций, а также добиться роста рынка электрокаров до 15% к 2030 году. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин